Привет, друзья! Мы находимся на самом гастрономическом событии Армении Гастрофести, который проходит в Дилижане в течение целых трех дней. И сегодня мы познакомимся подробно с региональной армянской кухней и не только с армянской. Посмотрим, чем же нас смогут удивить организаторы и участники этого мероприятия. Для нас честь участвовать на этом фестивале именно в Дилижане, потому что мы начали свою деятельность именно с Дилижана. В прошлом году мы открыли марио-бургер Дилижан, в этом году открыли марио-бургер Ереван. И сразу, как узнали, что в Дилижане открывается Гастрофест, будет проходить Гастрофест, сразу приехали, организовали свою часть и будем представлять наши традиционные домашние бургеры. Как и предвещал прогноз, начался дождь, но вряд ли он может испортить наше гастрономическое настроение. Так как организаторы беспокоились об этом, они поставили навесы, поэтому, я думаю, праздник продолжается. Будем веселиться дальше, друзья! Это была вообще ваша идея? Да, это все рождается у нас на кухне. Это то, что едят мои сожители у меня дома. Это армянская кухня? Это интернациональная кухня, это мои записки из моих путешествий по всему свету и это мои мемуары, на самом деле. Нравится живая атмосфера, много людей, приятные запахи, приятная музыка. Нам очень понравилось выехать из Еревана, потому что мы там были два месяца и никуда не выезжали. Мы очень хотели в горы, поэтому приехали вот в Дилижан, и да, здесь очень нравится. Горы нам всегда очень нравились. Нам говорили, что здесь самый чистый воздух, и вообще тут очень-очень классно. Итак, ребята, дождик закончился, праздник продолжается, а это значит, что нас ждет впереди еще много чего интересного. Чтобы было всегда вот такое же солнце, как и везде оно вот бывает в Ереване, и мы надеемся, что в ближайшее время все люди, которые переехали к нам, неважно, славяне либо европейцы, они останутся надолго и будут пить вино Туз. Ребят, а сейчас я поучаствую сама в одном из обещанных мастер-классов на сегодня. Расскажите, что же это за лепешка такая у вас с зеленью интересная? Как это готовится и откуда это? Национальное карабахское, арцахское блюдо. Это называется джингеалов хац. В настоящее время у нас здесь 12 видов зелени. Ребят, это мой самый первый джингеалов хац. Лепешка с зеленью. Я самая завидная невеста теперь. В Армении вообще все мероприятия, они как бы очень полезные, да? Ты встречаешь тех друзей, знакомых, которые долго, может, не видел. И поэтому это большой хороший повод увидеть своих друзей и там даже нетфорк хороший. То есть по бизнесу можно что-то разговаривать. Поэтому я люблю такие мероприятия и всегда на них хожу. Что больше всего вы любите в армянской кухне? Разнообразие, наверное. Потому что у нас много чего. То есть и вегетарианское. То есть все могут себе найти свое любимое блюдо. А такой забавный вопрос. Вы собираетесь взвеситься после гастрофестиваля? Ну я работаю в сфере туризма, да. И всегда, когда шучу, когда говорю, сколько вы уже дней здесь, да, туристов спрашиваю. Ну там типа 5 дней. Я говорю, ну каждые 5 дней, а каждый день это полкилограмма. То есть взвешиваться не надо. Можно четко знать. Это полкилограмма каждый день, да. Ребят, сегодня мы побывали вместе с вами на гастрономическом фестивале в Дилижане. Это было просто супер. А с вами была я, Юлия Кутепова. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и Telegram. Оставайтесь с нами. Это канал Баграмян 6. До встречи. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!